Немецкий бренд Porsche наконец-то представил новое поколение седана Panamera для 2024 модельного года. Пока автомобиль представили только в виде пятидверного лифтбека, однако универсал на подходе. Четырехдверный автомобиль входит в свое третье поколение с несколькими изменениями, включая новый стиль, более мощные двигатели и улучшенную управляемость. Porsche предложит четыре разных силовых агрегата и Hybrid, включая мощную Panamera Turbo и Hybrid. Последний оборудован обновленным четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, работающим от аккумулятора емкостью 25,9 кВт-часов. Общая мощность составляет 670 лошадиных сил и передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую трансмиссию PDK. Он может разгоняться до 100 км в час за 3 секунды и развивать максимальную скорость 313 км в час. На чистой электротяге машина может проехать до 90 км. Можно подзарядить батарею от внешней сети. Снаряженная масса гибрида 2,2 тонны. Модель в стандартной версии оснащается модернизированным 2,9 литровым турбированным бензиновым V6, выдающим 348 лошадиных сил мощности и 500 ньютон метра крутящего момента. Прибавка по модели предшественница – плюс 23 лошадей и плюс 50 ньютон. V6 может разгонять обычную модель до 100 км в час за 5 секунд и помогать ей достичь максимальной скорости 272 км в час. Полноприводная Panamera может разгоняться до сотни за 4,7 секунды и достигать 270 км в час. Салон нового Porsche Panamera претерпел серьезные перемены, как говорит компания. Передняя панель выполнена в духе электрокара Porsche Taycan. С тремя дисплеями в качестве опции можно установить 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира, который присоединяется к 12,6-дюймовой изогнутой цифровой панели приборов и центральному сенсорному экрану информационно-развлекательной системы. Кроме того, вы увидите, что на центральной консоли отсутствует рычаг переключения передач. Переключатель режимов КПП перебрался на руль, благодаря чему освободилось больше места на центральном тоннеле. В стандартную комплектацию входит беспроводная зарядка для смартфона с охлаждением, а климат-контроль и вентиляционные отверстия были изменены. Изменилась атмосферная подсветка, которая теперь тянется вдоль всей передней панели. Также изменилась набивка кресел как спереди, так и сзади. Что касается безопасности, то опциональная система Porsche E-Node Drive получила более высокий уровень автономности, а также функцию Remote Park Assist, которой можно управлять со смартфона. Новая опциональная подвеска Porsche Active Ride доступна для моделей Panamera и Hybrid. Эта система включает в себя новые активные амортизаторы, гидравлический насос с электроприводом и однокамерную пневматическую подвеску, которая поддерживает положение автомобиля. Эффективно поглощает дорожные неровности. По словам представителей компании, эта новая система обеспечивает более широкий диапазон между комфортом и динамикой движения. Система Active Ride также автоматически регулирует дорожный просвет в зависимости от условий движения. А функция «Комфортный доступ» приподнимает автомобиль на 5,5 см для облегчения входа и выхода, подобно внедорожникам. Кроме того, автопроизводитель не оставил без внимания стандартную двухкамерную двухклапанную пневматическую подвеску, которая, как утверждается, стала более комфортной и отзывчивой. Фирменная система Porsche Active Suspension Management автоматически реагирует на состояние дороги и стиль вождения. И в зависимости от этого непрерывно регулирует усилия амортизации для каждого отдельного колеса. Таким образом угнетаются колебания и обеспечивается комфортная езда. В экстерьере сохранены характерные пропорции предшественников, однако стиль стал несколько жестче. Привлекают внимание новая оптика LED Matrix Design уже в базовой версии. Кроме того, установлены новые тоненькие фонари, огромные по площади воздухозаборники. Грани подштамповки на капоте и боковинах, а за доплату доступны 21-дюймовые диски. Что касается габаритов, то длина новой Panamera составляет 5052 мм, ширина – 1938 мм, высота – 1422 мм. Эти показатели практически не изменились по сравнению с предыдущим поколением, за исключением незначительного увеличения длины на 3 мм. Колесная база осталась прежней – 2950 мм. Новый Porsche Panamera уже доступен для заказа. Производство будет осуществляться на заводе Porsche в Лейпциге, Германия, а первые автомобили поступят в дилерские центры весной 2024 года. Цены в Германии начинаются от 107 800 евро за бензиновый двигатель мощностью 353 лошадиных сил. Полноприводная версия предлагается по цене от 111 900 евро. Значительное повышение цены почти на 10 000 евро производитель объясняет расширенным стандартным оснащением, например, двухклапанная двухкамерная пневматическая подвеска, светодиодные матричные фары, система Park Assist, переключатель режимов движения на руле, беспроводная зарядка для смартфона с охлаждением и усовершенствованный фильтр тонкой очистки от пыли с функцией автоматической рециркуляции воздуха. Panamera Turbo e-Hybrid предлагается по цене от 192 500 евро. Porsche Panamera прошла модернизацию третьего поколения модели вслед за родственным Porsche Cayenne. Роскошный седан производителя спортивных автомобилей подчеркивает свой спортивный характер еще более мощными системами привода. Профиль усиливается принципиально модернизированной концепцией управления и множеством инновационных технологий. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!